Убийцы-подражатели, жертвы-вербовки, тихоньи-одиночки или настоящие террористы. Эти жуткие характеристики сложно отнести к детям. Однако случаи с агрессивным и опасным поведением школьников шокируют. Только с начала учебного года произошло два случая в Челябинске и Иркутской области, когда вооруженные подростки напали на одноклассников и учителей. По версии исследователей, произошло это из-за личной неприязни и так называемого буллинга. Эти случаи не единичные, подростковая агрессия может возникнуть в каждой школе. Конечно, ситуации могут быть разные. Если мы говорим о подростках, то чаще всего это может быть проявлением буллинга, травли, которая незаметно проявлялась на протяжении длительного времени. И у ребенка могла быть такая защитно-агрессивная реакция на то, что происходит. Я часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят, а смысл говорить с родителем о том, что со мной происходит? Они все равно не услышат. Или они обвинят меня в том, что я неправильно себя веду. Психологи убеждены, если ребенок растет в любви и принятии со стороны родителей, то он умеет себя защищать в классе в том числе. Если он находится в игнорирующей по отношению к нему атмосфере, то у него возникает психоэмоциональное напряжение, которое нередко нарастает, как снежный ком, а потом выливается в акт агрессии к себе или окружающим. Родителям и педагогам важно обращать внимание на поведение школьника и не пропустить первые сигналы. Ребенок может вести себя иначе, может проявляться нежелание идти в школу заблаговременно до ситуации. Ребенок может часто жаловаться на боли в животе, головные боли. Внутри ребенка что-то происходит, нарастает. И здесь обязательно важен контакт родителей с ребенком, разговор. Тогда мы только можем определять, что ребенок чувствует. Родителю важно помочь сформировать ребенку деревню привязанности. Это круг людей, к которым подросток может обратиться за помощью и поддержкой. Это может быть член семьи, педагог, психолог или дети, с которыми чадо может контактировать за пределами учебного учреждения. В общем, кто-то, кто сможет выслушать и понять. Бывает, что ребенок изначально не жертва, а обидчик. В этом случае также важно понять причины поведения. Первое, посмотреть, что это такое инструментальная агрессия, когда он добивается своей цели. Или враждебная, когда он получает удовольствие от того, что делает вред другим, причиняет вред другим. Как правило, такие дети не чувствуют свою значимость, пытаются перетянуть внимание на себя, это раз. Второе, они могут быть чувствительными и заранее проявлять агрессию, дабы не испытать боль, какое-то унижение, например. То есть нападают, чтобы не быть побиты. Угроз для здоровой психики ребенка сейчас хватает. Его могут настроить враждебно-анонимые соцсети, и он может поддаться новомодным агрессивным течением или стать жертвой унижений со стороны сверстников. Но большинство бед в детской плоскости происходит из-за недостатка внимания и общения со стороны мамы и папы. Поэтому психологи советуют всегда поддерживать здоровый социальный микроклимат дома. Тогда многих проблем и трагедий получится избежать. Дарья Козина, Евгений Шикрев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.